Торжества в столице Одинцовского района начались с 10 утра. Всем желающим раздавали георгиевские ленты. Непременный праздничный атрибут, ставший с годами настоящим народным символом Великой Победы. У мемориала Георгия Жукова десятки человек. Возложение цветов к памятнику советского военачальника уже давно стало традиционным стартом большого торжественного дня. Сразу после возложения люди двинулись к мемориалу вечного огня. Во главе колонны курсанты Голицынского пограничного института. На улицах все многолюднее. Поздравления, звуки музыки и песен слышались по всему городу. С самого раннего утра на улицах Одинцова тысячи людей. Люди самых разных возрастов и профессий. Однако сегодня их голоса звучат в унисон. Они несут в руках портреты своих родственников и друзей, которые видели Великую Отечественную войну. В те тяжелые годы комиссариат призывал на фронт около 13 тысяч одинцовцев. Почти каждый второй домой не вернулся. Они полегли в боях за Москву, Сталинград, Варшаву, Берлин. Оставили после себя страну. Истерзанную, раненую, но живую. И память, которую народ несет до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok Совсем скоро метроном отсчитает минуту молчания. Прошу вас оглянуться в это мгновение. Оглянитесь. Если смотреть сердцем, вы увидите, как рядом с нами встают названные и безымянные участники той страшной войны. Миллионы людей погибли на полях сражений. Миллионы умерли от рам в госпиталях. Сгинули в концлагерях и в оккупации. Но каждый погибший внес свой вклад в эту великую победу. Действительно, свой вклад внес каждый. И героически погибший, и не менее героически выживший. Сегодня, годы спустя, планы Гитлера хорошо известны. Тогда, в 41-м, началась война не за ресурсы и не за влияние, а за само выживание нашего народа. Меня папу расстреляли на глазах у нас, у детей. Мама погибла в блокаду. Я была только со своими старшими сестрами и братьями, которых уже нет, только остались мы две сестры. Было очень страшно. Вся Европа шла, у нас фронт шел. Вся Европа, я видела, я знаю, кто как был одет, в каких одеждах и все. И было страшно. Я забьюсь под кровать и говорю, Господи, дай победу нашему народу. Папа и брат были на фронте. И папа, конечно, погиб в 42-м году под Ленинградом. Родные, близкие, друзья на войну все уходили и уходили. Возвращались немногие. Красная армия, особенно в первые месяцы, несла огромные потери. Немцы шли вперед по земле, пропитаны кровью, покрытые остовами сожженной техники. Шли с трудом, потому что советский солдат защищал каждый метр. Отец у меня ушел 31 год под Смоленском, он уже погиб. А мне было 7 лет всего тогда еще. Жил в оккупации на Украине. В общем, детства такого, как такого, не было. У меня отец в Калужской области погиб, лежит там. А у меня в Смоленске отец лежит. Они нам дали жизнь. Сегодня мы продолжали всю вот эту обель, всю эту строй мы строили. Отец не пришел, с вами нет. Нас трое детей было, тяжело было. Выжили. Главные гости праздника – ветераны. Русские, белорусы, украинцы, которые стояли вне политики, которые защищали большую общую страну. Прошел до Рыги, а потом вернулись, кончили и во Львов. И во Львово вторично уже 13 мая ранили вторично. Так уж получилось, что наша страна за свою историю воевала много. Всегда находились соседи, которых приходилось отгонять от русских гранит силой оружия. И после Великой Отечественной войны случилось много региональных конфликтов, в которые наш солдат равнялся на бойца Красной Армии. Я, как участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Чечне, для меня всегда ветеран Великой Отечественной войны – это мой учитель и мой наставник. И я всегда горжусь ими, и всегда буду нести их знамя победы. Большое уважение нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Очень сильные люди, сильные духом, сильное телом. На площади города весь день работал импровизированный партизанский лагерь. Увлекательные конкурсы, призы, выставки и соревнования. Жители и гости Одинцова могли найти занятие на любой вкус. Прошли по площади, видим, что здесь, в принципе, народ гуляет, все празднуют, все очень нравится. Настроение хорошее, веселое, такой прекрасный праздник. Прошли с колонны, побывали на митинге, на панихите, идем в центр, посетим все, что есть. До позднего вечера играла музыка, мелодии, знакомые с детства. Те самые мотивы, которые звучали в избах, окопах и землянках, которые пели наши солдаты и те, кто остался дома. Мы вот сегодня с детьми, с семьей поучаствовали в акции «Бессмертного полка». Нам все очень понравилось. Настроение прекрасное. Я считаю, что это все-таки наша победа. Все очень отлично. Настроение шикарное, праздничное. Погода не подвела нас. Стреляли из луков, бились на мечах. Катались на паровозике. Это самый-самый хороший день во всей России, не только для меня, для всех, для всего народа, который живет в России. В три часа дня на улице Жукова собрались тысячи одинцовцев, детей, внуков и правнуков участников войны. Они пронесли по городу фотографии своих героев, ушедшего в вечность «Бессмертного полка». Акция, зарожденная в Томске в 2012 году, на этот раз объединила миллионы человек по всей стране. Я пришел с портретом своего двоюродного дяди, который прошел всю войну с 1941 по 1945, призвался с гражданской службы, был архитектором, художником, прошел всю войну и брал лейхстаг. Это мои дедушки, Лукьянов Михаил Васильевич, он погиб в 1944 году в звании старшего сержанта, был водителем полуторки. И когда вез снаряды боевым товарищам, атаки сверху был, в общем, погиб. Другой дедушка у меня дожил до 1997 года в звании младшего сержанта, прошел четыре войны. Портреты фронтовиков своей семьи вместе со своими детьми нес и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Но идущий в этом строю не имеет звания или положения. Здесь каждый, в первую очередь, наследник своего героя, ковавшего победу. Воробьев рассказал, что его прадед на фронте был сапером, а дед прошел войну разведчиком и брал Берлин. Бытует мнение, что современная молодежь имеет плохое патриотическое воспитание. Но гуляющие по городу 9 мая школьники и студенты с георгиевскими лентами и поющие военные песни доказали совсем обратное. Спасибо! Может, молодежь и путает иногда даты, имена и события. Но в недостатке любви к родине их точно обвинить нельзя. А начать учить историю никогда не поздно. Нужно лишь только понять, зачем. Зачем нужно знать историю? Ну, чтобы помнить, это как память. То есть... Все, подождите секунду. Но, как вам объяснить, это сложный вопрос, знаете? Очень такой философский. Чтобы знать, так сказать, свою родину, чтобы гордиться за нее, так сказать. Вот, и мне кажется, это очень поднимает патриотический дух, когда знаешь свою историю своей страны. Чтобы передавать ее к будущему поколению. И, ну, чтобы помнить, что произошло. Гордиться своей страной. Но сможет ли молодежь в случае беды защитить свою родину, как когда-то это сделали их предки? Можно ли гордиться современной молодежью? Справедливее всего на этот вопрос может ответить поколение победителей. Я думаю, что современная молодежь, может быть, немножко легкомысленно сейчас относится, но всегда в серьезных таких моментах она себя показывает с хорошей стороны. Я думаю, что молодежь тоже себя покажет. Если, не дай бог, появится трудная минута. У нас очень хорошие ребята. Мы их любим. А мы должны их любить. И вас в том числе. Вы молодые, красивые. Здоровья вам, удачи вам. И знайте, что надо. А мы в свое время и сейчас сказали, надо, мы встанем в строй. Но нам сказали, отдыхайте. Весь день Одинцовцы шумно отмечали День Победы. Но в 19.00 город погрузился в тишину. Наступила всероссийская минута молчания в память о всех павших. Потом на главной площади снова стало шумно. На сцене выступили вокальные и хореографические коллективы. Дети Солнца, Яролаш, Яблоко, Каблучок, представители акробатической школы из старого городка Одинцовский симфонический оркестр, известная певица Ольга Кормухина. Вечер на площади был особенно жарким. Ровно 71 год назад, благодаря великому мужеству и самоотверженности советского народа, наша страна победила. Этот замечательный праздник, день Великой Победы, подходит к концу. И по традиции он завершается грандиозным салютом, который посвящен всем тем, благодаря кому мы можем встречать рассветы и провожать закаты. Их подвиг остается бессмертным, пока жива память о нем. Святослав Савенков, Дарья Киреева, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.